Здравствуйте, дорогие родственники, потомки рода Афанасьевых, потомки Калиника Афанасьева из города Брянска и жители других городов России и мира. Недавно мы вспоминали наших предков, нашего предка Калиника, который получил еще при Александре II 150 лет назад землю, обширную землю в районе современного Брянска, в селе Городище, где он обосновался со своей многочисленной семьей. И вот пока мы вспоминаем это, пока мы собирались в 2016 году нашей всемирной встречей, уже стучат топоры, уже есть люди, которые хотят снести, уничтожить память нашего рода, уничтожить земли, принадлежавшие нашим предкам, разрушить дома и выселить семьи потомков Николая Калиниковича и Ильи Калиниковича Афанасьева, которые остались последние, почти что последние потомки Афанасьевых, живущих на той самой земле, в тех самых исторических домах, например, на улице Бежицкой, 35. Мой прапрадед Николай Калиникович Афанасьев, вот он здесь, среди своих братьев и родственников, он дожил до Второй мировой войны, до Великой Отечественной, до оккупации фашистами Брянска. И жил он именно там, в доме номер 35, по улице Бежицкой. Там со своей супругой, моей прапрабабкой, Татьяной Филипповной Афанасьевой, они оказались в оккупации. Их выселили из дома, и они, инвалиды, погибли оба в лишениях года войны, так и не дожив до освобождения своего города от фашистов. Их дети, потомки, многие отдали свои жизни в годы войны. И те, кто выжил, они помнят историю своего рода. Тех, кто сражался за свою родину и за свою малую родину. За Брянск, за городище и за улицу Бежицкую. Сегодня нету фашистов, нету революции. Эти земли сохранились у Афанасьевых и в перестройку. И в годы очень тяжелые для нашей страны. Они сохранились, сохранилась земля, сохранились исторические, дореволюционные, бревенчатые дома. Вот сегодня мне попало в руки вот такое письмо, которое пишут наши родственники. Они сообщают о том, что 29 ноября в городе Брянске в 11 часов пройдут общественные слушания. Публичные слушания. По адресу улица Калинина, дом 66, это здание городского дома культуры Советского района. Местные жители хорошо об этом знают. На этих слушаниях будет рассматриваться проект. Проект, который предусматривает уничтожение последних земель Афанасьевых для того, чтобы построить 17-этажный дом. Происходит некая афера, которую нарисовали люди на своем дорожном плане. Всего несколько метров им не хватает для постройки 17-этажного дома. Так что я прошу вас прийти 29 ноября заранее в 10 часов пригласить своих старших, близких. Любой житель города Брянска имеет право принять участие в этих слушаниях и проголосовать против данного проекта. Я живу в городе Санкт-Петербурге. У нас была ситуация, когда хотели построить огромный небоскреб, который был бы виден и испортил бы исторический облик города. И жители стали против. Жители восстали против данного проекта. И что теперь? Теперь в Санкт-Петербурге есть самый высокий небоскреб в Европе. Он называется Лахта-центр. И он совершенно не уродует облик города, и он не уничтожает историю нашего города. Наверное, застройщики думают, что жители города Брянска, потомки городичинских родов, потомки рода Афанасьевых, привыкли молчать. Пускай соседу будет плохо, пускай у него отберут землю, дом, где он встречался, жил со своей семьей. Пускай у Ольги Гапоновой отберут землю и дом, где живет ее трое детей, которых она воспитывает. Пускай это произойдет у кого-то другого. Меня это не касается. Но я вас уверяю, что застройщики ошибаются. Мы не просто масса. Мы семья. Потомки одного рода. Для нас слова Афанасьев, городище, калинник – это не пустой звук. И мы гордимся своей историей. В нашем роду есть юристы, врачи, журналисты, ученые, предприниматели, телеведущие. Не живут по всему нашему необъятному краю, по всей нашей стране. В Москве 100 человек, в Санкт-Петербурге 120. Ну а в Брянске, само собой, не менее 150 человек. Они живут и в других странах. Кого судьба истории занесла в разные края. И речь здесь идет не только о помощи какой-то там троюродной сестре и тете, которая живет вместе с своей семьей в доме. Речь идет о вас и о нашей с вами выгоде и пользе. О нашем с вами будущем. Вот представьте, вы со своими внуками приходите на историческую землю, приезжаете в Брянск, вспоминаете свою землю или проходите мимо. И что вы им покажете? Вместо дома, где живут ваши родственники, где вы можете зайти в любой дом и вам откроют, вы увидите какие-то уродливые многоэтажки. И что это значит? Это значит, что сейчас, 29 ноября, решается вопрос, есть у нас родовое гнездо или нет. Наша семья очень активна. У нас прошла всемирная встреча, которая собрала больше ста человек. А нас сняли небольшой новостной сюжет на федеральном канале. Давайте посмотрим его фрагмент. Земля бравому солдату Калинику Афанасьеву была выделена в районе городища, в историческом центре Брянска. Здесь он построил дом. Здесь у него родились шесть сыновей и две дочери. Все они обосновались в этом районе. Земли передавались из поколения в поколение. И сегодня во многих домах на улице Беженской живут потомки Афанасьевых. Вот. Такой ролик был снят. Есть публикации в газетах. Многие люди написали книги о своих предках. Многие книги еще ждут выхода. Поэтому я вас прошу, что нужно сделать. Первое. Если вы житель Брянска, все просто. Приходите с паспортом заранее в 10 часов утра 29 ноября. Посмотрите, какой это день недели. Скорее всего, это подходящий день. На улицу Калинина, дом 66. Вот. Приходите туда. И голосуете против этого проекта. Против уничтожения домов на Беженской. Второй вариант. Если вы не житель Брянска и формально вы не имеете права голоса, хотя вы потомок этого рода и вам не безразлична его судьба, то тогда вы можете написать сообщение. Я вас прошу, написать имейл, подписаться всей семьей о том, что вы против проекта, предусматривающего сносы дома 31 и 33 на улице Беженской. Это второй вариант. К этому письму в приложении вы увидите простую форму, в которой можно написать. Вы можете написать и от себя лично, что вы думаете по этому поводу. Обязательно указывайте всех ваших членов семьи, кто вас поддерживает, чем вы занимаетесь, в каком городе живете, какое общественное положение занимаете. И в-третьих, конечно, вы должны. Вы должны поставить лайк на это видео, репостнуть его, отправить своим друзьям, близким, всем, кому это не безразлично. Ведь завтра могут уничтожить и вашу семейную историю, и их семейную историю. И я вас уверяю, нас поддерживают многие городеченские роды. Не только Афанасьевы, Пухляковы, Нефеткины, Лагеревы, Моисейчиковы, Мирошкины, Страшновы, Сясины, Головачевы, Корнюшины, Борисовы, Третьяковы, Никуткины, Емельяновы, Лузиковы, Купцовы, Кокчановы, Ермаковы, Антюховы, Степины, Сорокины. Уже голос даже пропал. Сколько фамилий. Эти люди, чьи предки, покоятся на городищенском кладбище, на Чашине, Кургане. Для кого не безразличны эти слова, не безразличны эти истории. Вы тоже должны прийти, откликнуться. И в завершении этого видео, которое может быть слишком долго получилось, я вам скажу, что имя Калиник, вот это наш родовой символ, имя Калиник с греческого языка переводится как Добрый Победитель. Я вас уверяю, что мы победим. И наша победа действительно будет доброй. Потому что добро на нашей стороне. Распространяйте это сообщение. Обязательно приходите, берите паспорт 29 ноября в 10 утра заранее на улицу Калинина, 66, Дом культуры Советского района. Или можете написать свое собственное видео и изложите там свое видение данной ситуации. Покажите свою позицию. Покажите, что вам не безразлично, что сейчас происходит с вашими предками. С территорией, с землей, с домами, с вашими близкими, с вашими кровными родственниками. В семье не принято оставлять друг друга в беде. Спасибо.